Здравствуйте, я Юлия Савушкина. В ближайшие полчаса все самое актуальное и интересное. И сейчас коротко о главном. В фокусе внимания Максима Егорова, социально значимые объекты и коммунальная инфраструктура Тамбовского района. Подробности воскресного объезда. В 2012 году школу обследовали специалисты научно-технического центра строительства и архитектуры. Вывод здания исчерпало свой временной ресурс. В эту часть школы учеников не пускают. Второй этаж считается аварийным. Вместе с долгожданным снегом пришло и новогоднее чудо. В каких заповедных лесах выросло такое дерево и почему в этом году Ленинскую площадь решили украсить живой елью, выяснил Павел Юрасов. Это ли не новогоднее чудо? Дерево, которое чинило неприятности хозяину этого участка. Представьте, эта ель в высоту около 25 метров. Теперь станет самым главным украшением областного центра в эти праздники. Шишка, кстати, с елки. Запах прелестный. Межрегиональные соревнования по спортивному самбо памяти Александра Кувалдина. В схватке борцов увидел Дмитрий Сергеев. Разумеется, пандемия и здесь сказала свое слово. На соревнования приехали далеко не все, кто хотел. Однако турнир при этом все равно получился достаточно масштабным. В нем участвуют где-то 130 человек из Тамбовской, Саратовской, Липецкой областей и других регионов. Самый красивый районный ЗАГС. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс и обилие памятников. Глава региона Максим Егоров с рабочим визитом посетил Мучкапский район и оценил уровень его развития. Вместе с ним отправилась и наша съемочная группа. Первой точкой визита Максима Егорова в Мучкапский район стал семенной завод группы компаний АСБ в селе Коростелево. Главе региона показали современные комплексы, которые позволяют хранить до 90 тысяч тонн семян зерновых. Первый год приемки отгрузки продукции был в 2013. Ну и соответственно здесь в линеечке, так скажем, выстроены у нас и лоса двухтысячники. В ближайших планах руководство завода – увеличение мощности для хранения зерна, а также строительство новой линии по приемке и подработке продукции и ремонтных мастерских. Тут же на площадке Максим Егоров осмотрел и оценил парк сельхозмашин предприятия. А это уже райцентр. Здесь глава региона посетил ежегодный межмуниципальный волейбольный турнир, который организовали в местной детско-юношеской спортивной школе «Салют». Она находится в здании физкультурно-оздоровительного комплекса, который оборудован всем необходимым для развития спорта. Прилегающую к зданию территорию совсем недавно благоустроили, установили детскую площадку и спорткомплекс под открытым небом. Дети, взрослые, с удовольствием занимаются. У нас хороший парень, тренер Олег Петрович. Они его любят и постоянно занимаются. И в комплексе, и вот здесь, на улице. Глава региона побывал в Александр-Невском храме-поселке, а затем отправился к сердцу райцентра – нулевой отметке, где указаны расстояния до разных городов. И тут же на улице к нему с обращением подошел местный житель. Ну так, вопросов-то много. Можно было бы кое-что и обсудить, и спросить. Ну а вообще на сайт можно будет как-то писать, да? Конечно пишите. И в соцсети пишите. В инстаграм, в инстаграм, в инстаграм. Хорошо. Все, спасибо большое. Я же съехал к вам, уже отвечал. Нет, просто народ не знает. Было бы приятно, чтобы это все было бы, ну как сказать, на виду, чтобы народ знал, когда вы приедете, чтобы хотя бы какие-то были бы прощения. Хорошо, договорились. Все, спасибо большое. До свидания. Следующей точкой визита Максима Егорова стал местный ЗАГС. Как выяснилось, его построили по проекту Гачинского дворца бракосочетания в Ленинградской области. Он оказался настолько красивым, что, по словам директора учреждения, теперь сюда жениться едут со всех окрестных областей. Глава региона оценил интерьер, оставил памятную запись в альбоме, от души поздравил сотрудников ЗАГСа с профессиональным праздником, а потом поделился своими впечатлениями об уведенном. Сделано уже много по проекту «Формание комфортной городской среды». Есть идеи и мысли, как можно привести новые архитектурные какие-то формы и как это сделать еще более современным, современным, технологичным. Нам сказали, что там стекается практически весь город, на той детской площадке есть. И я думаю, что если жители не будут против, мы дворы Тамбовщины в Мучкапе начнем с переработкой концепции данного общественного пространства. Финальной точкой рабочей поездки Максима Егорова в Мучкапский район стал детский дом творчества. Здесь он встретился с местными жителями, которые смогли задать интересующие их вопросы. Поездкой в Мучкап Максим Егоров остался доволен. Он пообещал местным жителям рассмотреть все их обращения в кратчайшие сроки и активно поддерживать развитие жизни района. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, Область новостей. Минувшие выходные для главы региона ознаменовались еще одной рабочей поездкой. Накануне в фокусе внимания Максима Егорова оказались социально значимые объекты и коммунальная инфраструктура Тамбовского района. Без замечаний, к слову, в итоге не обошлось. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. Первая точка воскресного маршрута Максима Егорова – строящийся детский сад в поселке Строитель. Второй корпус «Непосед», способный вместить еще 120 здешних малышей, возведен в центральном микрорайоне в рамках нацпроекта «Демография». Так называемые общестроительные работы здесь уже завершены. На этот месяц был намечен ввод в эксплуатацию. Однако в ходе осмотра у главы региона к подрядчику назрело немало вопросов по поводу внутренней отделки здания. Недоволен, категорически недоволен ходу выполнения работы, качеством именно внутренней отделки. Подрядчикам поставлены задачи в три раза увеличить количество рабочих на объекте, чтобы в 25 число бы успели и все те недочеты, которые есть, были устроены, и объект мы в этом году с вами ввели. Площадка для строительства новой школы в Притамбовье также в поле зрения руководителя региона. Планируется, что создание современного учреждения разгрузит уже существующие школы и придет на смену филиалу второй Цнинской СОЖ в селе Бокино. Сейчас он открыт в здании бывшей земской школы, которая была построена 120 лет назад. Логично, что сегодня условия для обучения детей здесь уже не самые комфортабельные. В 2012 году школу обследовали специалисты научно-технического центра строительства и архитектуры. Вывод здания исчерпало свой временной ресурс. В эту часть школы учеников не пускают. Второй этаж считается аварийным. Максим Егоров отметил, что руководству региона необходимо изыскать все возможности для строительства новой школы. Обратил внимание в Рио губернатора и на не менее насущный для населения строителя вопрос – качество воды. Местные жалуются на постоянные перебои с водоснабжением, а вода из-под крана течет чаще всего мутная или ржавая. Анализы показывают повышенное содержание железа в жидкости. Исправить ситуацию способна новая станция очистки. «Удал поручение выделить сельсовету деньги на разработку проекта смертной документации и также обустройство охраны данного объекта». Ряд указаний Максим Егоров адресовал и руководству теплоснабжающей организации поселка «Строитель». В частности, он остался недоволен тем, как проведена изоляция теплотрассы на одной из улиц населенного пункта. В рамках рабочей поездки Максим Егоров решил своими глазами увидеть, что происходит с трубами, и дал поручение устранить недочеты. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Анна Мусатова, Область новостей. Сегодня в Большом зале администрации области состоялось первое заседание Общественной палаты нового созыва. В основу обсуждения легли кадровые и организационные вопросы. Кто будет возглавлять новый созыв гражданского формирования до 2024 года, расскажет наш корреспондент Марина Корякина. Состав Тамбовской общественной палаты нового созыва, который будет работать до 2024 года, полностью сформирован. Напомню, что треть состава участников выбирал губернатор. Еще 30 предлагали депутаты областной думы. И 30 человек выступили от местных организаций. Первое заседание Общественной палаты Тамбовской области нового состава по регламенту открывает старейший ее участник, 84-летний Игорь Николаев, почетный гражданин Тамбова и руководитель музейно-выставочного центра. С наподственной речью к новому составу обратился руководитель региона. Максим Егоров также порекомендовал, чтобы члены палаты в предстоящем году своим приоритетом сделали общественный контроль за реализацией национальных проектов. Он предложил общественникам активнее заниматься законотворчеством и расширить сотрудничество с волонтерами. Уважаемые коллеги, мне рассказали, что 15 лет назад при формировании первого созыва Общественной палаты области, ее тогдашний председатель профессии Акатов предложил в качестве слогана следующую фразу «Критикуя, предлагай, предлагая, действуй». Давайте мы и будем работать с данным, как бы, девизом, как хотите можете это называть, на благо развития нашей Тамбовской земли, великой Тамбовской земли. В люсте интересы граждан до 2024 года члены Общественной палаты будут под прежним руководством. Председателем вновь назначен Владимир Пеньков, его заместителями стали Татьяна Васильевна Казакова и Валентин Николаевич Миронов. Общим решением было сформировано 11 комиссий и 5 постоянно действующих рабочих групп. Я полагаю, что в ближайшие 3 года мы с вами сможем сделать все возможное для социально-экономического развития нашего региона, для того, чтобы народное население наше не убывало, а пребывало, для того, чтобы институты гражданского общества развивались и для того, чтобы жизненный уровень наших сограждан становился все лучше и лучше. Спасибо вам за доверие. Общественная палата Снамбовской области была создана одной из первых в стране. Вот уже на протяжении 15 лет она остается верным посредником между обществом и властью. Марина Корякина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. Глава региона Максим Егоров дал старт акции «Елка желаний». Это стало одним из событий третьего регионального предпринимательского форума про бизнес. Он завершился настоящим балом в музейном комплексе усадьбы Асеевых. Атмосфера этого вечера в нашем сюжете. Официальная часть позади. Вечером участники третьего регионального форума про бизнес приглашены на бал. Вместо деловых переговоров – живая музыка и парадные залы русской усадьбы. Вместо строгих костюмов – нарядные платья. Повод весомый – успешное окончание сложного года. К примеру, управляющая компания, которой руководит Татьяна Разумовская, завершает этот этап значимым достижением. Наша организация в этом году заняла третье место в номинации «Малая организация социального значения». Поэтому мы гордимся этим. Для того, чтобы получить этот статус, мы работали 15 лет. В числе приглашенных не только опытные игроки, но и новички в бизнесе. Паспорта начинающим предпринимателям вручает руководитель региона Максим Егоров. Отдельно на форуме отмечают победителей конкурса «Лучший социальный проект года». «Конечно же, будем помогать. Все идеи, которые у вас есть по развитию бизнеса, давайте мы будем воплощать жизнь». Заветные мечты должны сбываться, продолжает в Рио губернатор Аид дает старт благотворительной акции «Елка желаний». Это добрая традиция последних лет. С елочными украшениями соседствуют открытки с предновогодними желаниями детей. Это ребята в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также сироты и дети из малообеспеченных семей. Почувствовать себя Дедом Морозом может каждый. «Давайте делать счастье нашим детям, своим, чужим, всем детям, которые нас окружают. Я вам советую присоединиться ко мне и тоже елочные желания по участнику. Я сейчас возьму, вот там, кто-то не видно будет? Я не видел. Мечтает о планшете? Ну, значит, увидим. А вот там он, там он, там он с 11 лет. С этого момента елки желаний будут появляться в различных учреждениях всего региона. Вслед за в Рио губернатора в числе первых исполнять мечты готовятся и бизнесмены Тамбовщины. Мечта – это Смакати РВ Спорт. Вы знаете, что это такое? Сможете исполнить мечту? Ну, узнаем. Виктория Шитова. Будете снегурочкой? Снегурочкой? Для этого ребенка, конечно. Ну и какой балл без чаепития? Здесь в формате бизнес-диалога предприниматели могут пообщаться с руководителем региона Максимом Егоровым. Обсуждают прежде всего итоги и планы на будущее. Все-таки совсем скоро Новый год. Всего в регионе сегодня зарегистрировано почти 30 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и более 9,5 тысяч самозанятых. Как отметил глава региона Максим Егоров, в числе приоритетных задач, намеченных нацпроектами, остается создание благоприятных условий для развития бизнеса, снижение административных барьеров, господдержка социального предпринимательства и производственной сферы, а также развитие институтов бизнеса для оказания помощи по разным вопросам. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. Сегодня глава региона Максим Егоров встретился с представителями регионального отделения Ассоциации «Апарель». В этом году организации, которая объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, исполнилось 20 лет. Сегодня в состав общества «Апарель» входит 250 человек. Это не самое многочисленное, но одно из самых заметных объединений инвалидов региона. Активисты «Апарели» – постоянные участники знаковых событий регионального, всероссийского и международного уровней. Это паралимпийские игры, конкурс профмастерства «Обилимпикс», турниры по танцам на колясках. Максим Егоров познакомился с активистами объединения и отметил, что их силы и стойкость вызывают восхищение. Всегда меня удивляло в том, что простые люди, они бы с этим не справились, но сделать главный низкий поклон или подсказывать, опять же, попытаясь вручить в нашу жизнь, в нашу область, и это, конечно, то, что вы делаете, восхищение. Организация безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из главных задач органов власти, отметил Максим Егоров. В обществе должна быть создана такая система, чтобы инвалиды чувствовали себя востребованными. На прошедших выходных в Тамбов вместе с долгожданным снегом пришло и новогоднее чудо. На главной площади областного центра установили красавицу ель. В каких заповедных лесах выросло такое дерево и почему в этом году Ленинскую площадь решили украсить живой елью, выяснил наш корреспондент Павел Юрасов. В поселке Новый, что в Маршанском районе, всего одна улица. Зовется она «Лесной», потому что поселок уютно устроился на опушке хвойного леса. Здесь, возле одного из жилых домов, полвека росла величественная зеленая красавица. В 8 утра в минувшую субботу закипела работа. У елочки припарковался подъемный кран, а за пилу взялся лично хозяин домовладения Николай Насонов. Мужчина вспоминает – они съели практически ровесники. Мы сюда переехали в 67-м году, в этот дом. А в начале 70-х эту елку сажала моя мама. Она не одну елку сажала, здесь их было три елочки. Но те со временем убрали, осталась вот она одна. Пришел в лесничество, сказал, что если будет такая возможность, пожалуйста, режьте и забирайте. Расстаться с елью для Николая Насонова – большое счастье. В одиночку с такой работой справиться невозможно. А срубить дерево было необходимо. Колоссального веса елочка угрожала всему поселку. Вы видите, рядом есть линия электропередач, что поселок может остаться, как говорится, без света. Ну и, соответственно, рядом, практически в двух метрах стоящие домовладения могла упласть на крышу. Ель хотели спилить и использовать на хозяйственные нужды. История дошла до главы региона, и Максим Егоров предложил другое решение. Тамбовчане достойны иметь живой символ новогоднего праздника. Поэтому ель установят на главной площади областного центра. Это ли не новогоднее чудо, дерево, которое чинило неприятности хозяину этого участка? Представьте, это ель в высоту около 25 метров. Теперь станет самым главным украшением областного центра в эти праздники. Шишка, кстати, с елки. Запах прелестный. Новогоднюю красавицу аккуратно погрузили в специальный трейлер. Очень кстати оказался небольшой минус на улице. Если бы декабрь нагнал мороза, то ветви могли бы поломаться при транспортировке. Могучее дерево закрепили цепью, подвязали пушистые лапы и отправили в Тамбов. На главной площади областного центра приезда зеленой красавицы дожидались и взрослые, и дети. Встречали ель из Маршанского района, конечно, вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Сам Дедушка Мороз к нам на праздник едет. Давайте все дружно ручками помашем. Пушистая, красивая, зеленая. Нравится, сейчас поставят, будет интересно. Как ее будут устанавливать. Будем смотреть. Новогоднюю красавицу встретил личный глава региона Максим Егоров. Он заверил, что Тамбовчан ждет еще немало праздничных сюрпризов. Напомним, ранее руководитель области пообещал установить новогоднюю светящуюся инсталляцию в каждом райцентре. Приходите здесь гулять. Многое, что будет интересно на Новый год. Все вы видите, знаете. Секрет, так и будем искать. Всех с наступающим Новым годом. Тамбовчане целыми семьями приходили наблюдать, как на Ленинской площади устанавливают живую ель такого размера. Весь процесс монтажа новогодней красавицы хорошо виден и на записи с видеокамеры системы «Умный город». Павел Ярасов, Юлия Савушкина, Олег Осипов, Илья Тырса, Евгений Мещеряков. Область новостей. Тамбовские малыши начинают принимать новогодние поздравления. Одними из первых подарки от Деда Мороза получили воспитанники детского сада «Аленушка». В детском саду к встрече Нового года все уже готово. Во дворе праздничное настроение дарит наряженная лесная красавица. А теперь и взрослые спешат с подарками. Ежегодно депутаты партии «Родина» принимают участие в благотворительных и предновогодних акциях. Так сложилось, что под свою опеку они взяли детишек с особенностями в развитии. Именно они, по мнению народных избранников, больше всего нуждаются во внимании и заботе. Мы поздравим в преддверии Нового года педагогов, наших воспитанников, конечно, всем нашим детям и взрослым, всем тамбовчанам и россиянам. Мы желаем прежде всего здоровья, хорошего настроения и волшебного, счастливого Нового года. Мы, конечно, не Деда Мороза, не Снегурщики. И мы прекрасно понимаем, что никакие наши подарки не займят детям родительской любви, теплоты человеческого общения. Но мы постараемся сегодня сделать им небольшой праздник. Пусть наши подарки хоть немного повысят детям настроение. В следующем году дошкольное образовательное учреждение будет отмечать 50-летний юбилей. Здесь, наряду с общеобразовательными программами, реализуются программы для детей с особенностями развития, которые помогают им социализироваться и подготовиться к школе. К встрече самого волшебного праздника все уже готово. В музыкальном зале полным ходом идет репетиция предстоящего утренника. Ведь совсем скоро на праздник в сад приедет сам Дед Мороз. Областной центр сегодня посетил начальник дальневосточного высшего общевойскового училища Александр Игнатенко. Генерал-майор прибыл в Тамбовский многопрофильный кадетский корпус, с которым училище сотрудничает вот уже полгода. Вместе с руководством школы гость открыл уникальный образовательный центр «Арктика». Все подробности в сюжете моего коллеги Павла Юрасова. Многопрофильный кадетский корпус готовит летчиков, пограничников, действуют специальные классы полицейского и артиллерийского направления. Отсюда выпускаются будущие моряки. С недавних пор школа готовит кадры для арктических войск. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с дальневосточным высшим общевойсковым училищем. Подготовкой кадетов к службе в условиях Крайнего Севера займется Центр образования «Арктика», который сегодня открыли на базе корпуса. В обучении арктические группы делают упор на физическую подготовку, лыжи, ориентирование и навигацию. Остается время и на художественную самодеятельность. География подконтрольной территории арктических подразделений измеряется в тысячах километров лесов и морского побережья. Поэтому кадеты изучают и мореплавание. В рамках дисциплины «Морское дело» кадеты изучают около 10 узлов, причем вяжут их на время для морского многоборья. Это такое соревнование среди юных моряков. Вообще узлов существует великое множество, около 600. В быту, конечно, столько не нужно. Вот, например, узел Шкотовый. Если конец еще раз обернем, будет. Брам Шкотовый, тоже очень красивый. Кроме узлов здесь изучают технику бросания выброски, греблю, навигацию, гидрометеорологию и устройство судна. Старшеклассники морского направления регулярно выезжают на практику, в том числе в Санкт-Петербург и Севастополь, где ходят, соответственно, по Балтийскому и Азовскому морям. Каждое лето у нас есть практика на судах речных и морских, которые проходят обычно в Великом Новгороде. Дети постигают на практике основы морского освобождения. В ближайшее время тамбовские кадеты смогут лично познакомиться с условиями службы арктических войск. Ведь ребят позвала в гости 80-я бригада Северного флота, которая базируется в поселке Алакурти Мурманской области. Павел Ярасов, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. Сотрудники Управления Росгвардии региона приняли участие в контрольных тренировках по стрельбе из пистолета Макарова среди силовых ведомств области. Участниками также стали сотрудники ОМВД, Вневедомственной охраны и УФСИН. Такие тренировки проводятся среди сотрудников силовых ведомств регулярно. Основная цель – поддерживать форму сотрудников и совершенствовать навыки стрельбы, ведь являясь служащим, к примеру, Росгвардии – это просто необходимо. Соревновательный момент добавляет интереса, азарта и желание выступить как можно лучше. Участие в стрельбах приняли пять команд. Каждую составляет двое мужчин и одна девушка. Выполнить нужно два вида стрельбы. ПБ-2, ПБ-3 – это мужчины и женщины стреляют, и ПБ-8. Первая у нас стрельба – это медленная стрельба с одной руки. Вот классика стреляет из 25 метров с одной руки по спортивной мишени. Временное выполнение дается 10 минут. Нельзя все-таки сотруднику, находясь на боевом посту, без оружия, и не проводить какие-то контрольные стрельбы. Вот в рамках стрельбы мы должны выявить результаты именно командного первенства. Несколько минут участники пристреливаются после основного выступления. Тех, кто покажет лучшие результаты, ждут почетные грамоты и медали. В минувшие выходные Тамбов принял межрегиональное соревнование по спортивному самбо памяти Александра Кувалдина. Турнир прошел в спортивно-тренировочном центре Тамбов. Схватки борцов увидел наш корреспондент Дмитрий Сергеев. Открытый областной турнир памяти Александра Кувалдина – это традиционное событие в спортивной жизни нашего региона. Проводится он уже в шестой раз и с каждым годом только набирает популярность. Свои силы на ковре испытывают молодые борцы – юноши 2007-2008 и девушки 2008-2009 годов рождения. Соревнования посвящены моему брату Кувалдину Александру Николаевичу, первому вице-президенту областной федерации самбо. При нем соревнования, не соревнования, федерация наша официально была зарегистрирована. Ну и в общем самбо, которое сейчас существует у нас в области, она в общем благодарность – это ему в общем. Самбо довольно динамичная и зрелищная борьба. У спортсменов в арсенале большой набор приемов. Баллы засчитываются за различные виды бросков и удержания. А благодаря болевым на руки и на ноги можно победить досрочно. За первенство юноши борются в десяти весовых категориях, а девушки – в трех. Разумеется, пандемия и здесь сказала свое слово. На соревнования приехали далеко не все, кто хотел. Однако турнир при этом все равно получился достаточно масштабным. В нем участвуют где-то 130 человек из Тамбовской, Саратовской, Липецкой областей и других регионов. В красной куртке на ковре Рома из Саратовской области. Парню 13 лет, а самбо он занимается уже с первого класса. Уже тогда вместе с друзьями решили, что пойдут именно в этот спорт. Сейчас у борца первый юношеский разряд и успехи в турнирах различного уровня. В своей первой схватке на этих соревнованиях Рома настойчиво пытался сделать сопернику болевой и в результате своего добился. Ну, все было как задумано. Просто надо было сначала чуть разогреться, подвигаться, потом уже на болевой сесть. Ну и, собственно, вытянуть. На кону у спортсменов медали и кубки. Кроме того, победители ждали практичные призы и куртки самбо. А среди юношей разыграли еще и мотоцикл. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Александр Кобзарев. Область новостей. На сегодня это все новости. Смотрите и читайте нас на сайте tvtombov.ru и в социальных сетях. Хороших вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!